Я хочу сказать, что есть такая узкая часть клуба, это те люди, которые решили, что они более-менее принимают все эти идеи, они с ними согласны, приходят сюда не чтобы спорить, а чтобы как-то поддержать основные мысли, и мы собирались в перерыве между этими нашими встречами, и первое, с чего мы начали, мы просто обсуждали новости, потому что столько всего в городе нашем происходит, и не только в городе, поэтому если у вас есть какие-нибудь сообщения интересные, то давайте пока вот, используя время, учитывая, что кто-то наверное от там едет, но опаздывает, можем пока просто поделиться новостями. Я могу сказать, что я в пятницу и субботу был на съезде новой организации солидарности, демократического движения, демократического объединения, это было в пригороде, приключения начались с самого начала, потому что москвичи на станции метро «Динамо» должны были сесть в автобус, вот два автобуса мы заполнили, уехали, а тот-то приехал попозже, надеюсь, сегодня такого не произошло, они сели в третий автобус, вот этот третий автобус привез их не в Химке, где был съезд, а привез их в Красногорск и там выкинули, потом они долго догорали своим ходом, уже до Химок и искали это место. Такие приключения были всю дорогу. В первый день там довольно грустная была история, когда мы приехали… Это было в пятницу? Да, это было в пятницу и в субботу. Когда мы приехали в первый день, то рядом с нами стоял автобус, из которого выбрасывали баранов, эти бараны ломали ноги и умирали. А на баранах была лента «Солидарность», это название движения, которое мы создавали, но такой… зверский юмор, я бы сказал, жестокий. Добрали… На следующий день приехал оркестр черных фрагов, вышли, играли там два часа похоронный марш, потом развернулись и стройно ушли. Кто это все делал, я не знаю. Я не думаю, что у нас есть Единая Россия, кто-то будет выбрасывать баранов из автобуса. Мне кажется, это мало вероятных. Ну и потом, в заключение, я уехал на второй день вечером, во-первых, некоторые не доехали, там Гарри Каспаров в городе говорит, что никого не арестовали, все могли доехать. Один статистик говорит, из Вятки, у нас всех арестовали, я не добрался. Так что вмешали активно. Но на следующий день, когда уже уезжали, то москвичи-то уехали, а приехавшие из ряда других областей, а были люди со всей России, они ночевали, второй раз ночевали в гостинице, и утром должны были уехать. И когда они сели в автобус, чтобы уехать на вокзал, то тут пришли товарищи из ФСБ и стали все долго проверять документы. Так что я не знаю, кто там успел на самолете, кто не успел на самолете. Конечно, на самом деле, не очень смешно. А по существу, у меня довольно хорошее впечатление от этого мероприятия, от съезда, люди из разных регионов, все призвомыслящие, все понимают, сложные ситуации, настроены как-то достаточно решительно, что надо делать. Так что, правда, пока не дошло до выборов. Как дошло до выборов руководящих органов, так опять пошли какие-то там отсиживания. Ну, знаете, и собралась, вся Россия собралась, да? Ну, напиши, а 70 человек там в разные органы выбираются. Ну, напиши, вот Иванов он из Рязани, а Петров из Москвы, а Седоров из, не знаю, там, из Кургана. Регионы нигде не были указаны. И получилось, как всегда, за силе москвичей. И люди из регионов говорят, ну, вы хоть укажите, кто из каких регионов. И потом, понимаете, если вы будете самый выдающийся, активно известный где-нибудь там в Тьму-Таракане, в Верхних Пятихатках, это совсем не значит, что у вас знает вся страна и знает Москва. Потому что москвичей, конечно, Немцова и Каспарова, там, их знают все. А кто знает вот парня, который достаточно решительный, там, им смело и так далее, но приехал из Курганской области. Его никто не знает. Поэтому, когда идут выборы, а там идут, вот там, москвичи или регионалы. И регионалы теряют голоса. Они были, конечно, очень недоволены. Мы говорим, это совершенно правильно. В основном надо было другом делать выборы. Надо было указать, надо было во всем регионам выбрать людей, которым они доверяют и все, и оставить их. Какие еще новости? Кто еще там на каких съездах, слезах? Я был, например, на ассамблее русского века. Вы себя всем назовите. Я автор и составитель всех этих книг. И вот, допустим, по русской идее еще в 91-м году она напечатала. То есть мы уже как чуть ли не классики в 90-м годах напечатали. Представьтесь, пожалуйста. Скажите. Евгений Сергеевич. И Друицкий. И Друицкий. И Друицкий. И Друицкий. Была… Доктор Философский, да? Да, Философский. Эксперт Думы, Госдумы. Тому такой, общественный эксперт. Уже не… Пожалуйста, какие новости взгляды? Такое мероприятие проводил Никонов. Ну, известное… В старые времена я еще когда-то учился на одном курсе МГИМО с его мамой, так сказать. А что за мероприятие? Что он проводил? Сейчас вот… А мама, дочь Вячеслава Михайловича… Понятно. И он проводил вот сейчас вот такое понятие в верхах русский мир. И вот, допустим, когда была церемония объединения церквей, то Путин тогда президент говорит, вот это будет важно для определения русского мира глобального. Вот. И, значит, после этого возник вот этот фонд, исполнительный директор, которого… И они вот уже в связи с днем объединения проводили уже второе ансамбле. Там были представители от 60 стран. Причем здесь… Это было 3 ноября… Это было 3 ноября… И в таком зале… Против высотного здания МГУ там новый построили… И там вот, так сказать, от 60 стран, но разные национальные принадлежности были, так сказать, не только русский мир, но на самом деле там были… Белорусской диаспоры из всех стран. Да. Вот, допустим… Очень какое-то идеологизированное было предприятие. Ну, идеологизированное, но ввечте с ним, консультационное. Вот, допустим, у вас общенациональная идея, так… И я думаю, что это не противоречило, как вот мы русской идее и общенациональной идее, потому что были вот такие русские организации, ну, такого… Вот, потомки первой волны эмиграции, так сказать, вот… Вот из Лондона, там, допустим, это… И не только доклады, там, секции, доклады, так сказать… Ну, и концертные номера, вот… Исполняют, значит, это… Вот этот детский хор «Россия из Лондона». И вот на… это… на… 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 на слова… Это… это… Крупцова, так сказать… «Подоли меня, тихая Родина». Были вот такие вот, которые хотели бы вот… Вот русские чувства там… Но были и представители, допустим, громадного русского конгресса в Германии. Оказывается… Я потом там… Вот так вот… Там, значит, в этом русском конгрессе… Немцы, которые уехали из Казахстана и… Сибири, там, так сказать, и так далее… Там, значит, вот… Много евреев, которые уехали с Украины, так сказать… Ну, вот… Там-то, вот, мал… Это… Были в Москве навстречу Никонова или что-то… Ну, вот, представители были, так сказать… А все были… Потому что это… А что решили там? Чему пришли? Ну… Решили, так сказать… Вот, допустим, сейчас… Есть государственная программа возвращения соотечественников, так сказать… Не только что… Мигрантов… И тем более, что… Бизнес, так сказать… Вот… Заинтересован сейчас… Кадров нет, так сказать… Туда уехали… Туда уехали… Допустим, кончает МГУ, да… Платит, предлагает там… Четыре… Тысячи рублей, так сказать… А тут… Британский совет, пожалуйста, к нам, то сказать… Туда уезжают, то сказать… Вот этот, конечно… Час… Вот… В связи с сырьевой ориентацией… Тяжелые последствия кризиса… Вдруг, то сказать… Вот… Снизить сцены на нефть, так сказать… Надо все… Хорошо… Хорошо… Ну, вот… Красно, то сказать… Если какие вопросы… Потом… Я могу рассказать… Ну, что, уважаемые господа… Гости, члены клуба… Интересующиеся и так далее… Есть предложение начать, да? Да… Вот… И… Значит… У нас сегодня вторая встреча… В прошлый раз мы обсуждали… Тоже тему, касающуюся России… И впредь, я надеюсь, будем обсуждать эти темы… Я два только слова скажу… Что вообще… В чем смысл клуба… В чем особенность клуба… Посмотрим, что из этого получится… Как получится… 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 Не получится… Все вопросы открытые… Но здесь мы хотим обсуждать вопросы, Что касающиеся России… Российской проблематики… Российскую тематику… Мы хотим делать доклады… Которые… Затраги предлагают… Принципиально… Новое решение… Которые не повторяют то, что известно… А делают какие-то новые шаги… Какие-то новые идеи… Формулируются… Еще важной составляющей… Вот такой… Программы клуба… Появляются следующие соображения… Мы исходим из того… Что… Дискуссия должна вести… Желательно… Чтобы дискуссия вела к тому… Чтобы мы… Как можно больше… Советского… Из нашей жизни… Устраняли… Как можно больше… Российского… В нашу жизнь… Возвращали… Российская… И западная… В общем-то… Совместимы… Западный опыт… Конечно… Надо учитывать… И использовать… А вот советский опыт… Он… Как правило… Негативный… И… Мы не считаем… Что… Люди советские… Плохие… Люди советские… Были вынуждены… Было оказано… Чудовищное давление… Но… Система советская… Не приемлема… Если наше… Начинание… Удастся… А это зависит… Вот… От всех нас… Это… Ниоткуда… Сверху не идет… Вот… То… Сверх задача нашего клуба… Это… Организация… Гражданского… Открытого… Судан… Советской системы… Посмотрим… Что из этого получится… И… Наверное… Я перейду к сегодняшнему докладу… К сегодняшней теме… Которая объявлена… Сформулирована… Следующим образом… Какова наша… Общенациональная идея… Почему… Ответ ученых… Не хочет… Слышать… Власти… Тема… Это… Сразу скажу… Наверное… Вы чувствуете… Что она достаточно актуальна… О ней… Постоянно… Говорят… Ее… Время от времени… Пытаются… Как-то решить… Или… Что-то с ней сделать… Вот… Недалее… Что… Тема… Это… Домослуху… И… В ходе доклада… Я… Мягкий вот… Комментарий… По этому поводу… Здесь… Но… Для того… Чтобы… Говорить о… Национальной идее… Прежде всего… Надо… Это понятие… Определить… У нас… Очень часто… Ключевые… Узловые… Термины… Которые… 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 Слова… Которые… Которые… Слово… Которые сегодня… Очень актуальны… Патриотизм… Я немножко… Говорю… И… Как раз… Говорил… Патриотизм… И… Что… Что… Который… Патриотизм… Патриотизм… Национал… Патриотизм… Патриотизм… Почвенческий… В России… ВСЕДА… «Переживание… За Свою… Стану… Мать… она может его отшлёпать, а может и расцеловать, потому что она его любит. И патриотизм – это готовность критиковать свою власть, если она действует неправильно, неэффективно, и готовность её поддержать, если она действует в соответствии с интересами нашей страны. То есть очень многие термины у нас запутаны, и так же и запутен термин «национальная идея». Это замечательно, наверное, нужно с какого-то определения. Я надеюсь, что это не поиски ни империализма, ни ФСБ, а если ещё и вот это окно закрыть. Это где-то там, по-моему. Сам по себе я слышу. Поэтому начать надо с определениями. И когда мы говорим о «национальной идее», я прежде всего скажу о том, чем она не является. Потому что очень часто говорят, вот идея добра. Хорошая идея, давайте сделаем для нашей страны идею добра. Пусть это будет наша национальная идея. Вот «национальная идея» это то, что не надо выдумывать, а надо выявлять. Это разные вещи. Самые великие учёные, даже Ньютон, не выдумал закон всемирного тяготения, а открыл закон всемирного тяготения. Поэтому это вещи, которые не надо изобретать, их надо открывать. Этим отличается научный подход от ненаучного. Ещё одна особенность «национальной идеи» заключается в том, что почти все исследователи «национальной идеи» исходят из того, что «национальная» это не значит «узкорусская» или «татарская» или «молдовская» или ещё какая-то. «Национальная» речь идёт об общенациональной, общероссийской идее. Хотя меня и самого не так давно пригласили на дискуссию в Дон национальности, обсуждались национальные отношения. Расскажите нам о национальной идее. Они совершенно по-другому понимали этот термин. Я, к сожалению, не мог им в этой связи помочь. Вообще само слово «нация» у нас имеет двоякий смысл. Это ещё отдельный сюжет. Если спросить у кого, кто какой национальности, он будет говорить, кто его мама, кто его папа. А другой смысл совсем иной. Когда говорят «национальный проект», «национальная безопасность», «национальная олимпийская сборная» — это не вопрос крови, это общенациональная, общероссийская. Когда говорят о национальной идее, имеется в виду, конечно, общенациональная идея, общероссийская идея. Так вот, чем она не является? Чем она является? Национальная идея — это совокупность самых фундаментальных принципов, самых фундаментальных началов, на которых выстраивается та или иная общность, тот или иной народ, то или иное государство. Это такие принципы, это такие правила, которые являются устойчивыми, которые передаются из поколения в поколение. Это такие правила, которые существуют объективно, то есть хочешь, не хочешь, нравится, не нравится, а эти правила действуют. Это такие правила, которые отличают данное общество, данный народ от других народов, которые характерны для данного общества, отличают его от других. Наконец, национальные идеи это такие правила, на которых выстраиваются многие другие правила. Знание национальной идеи позволяет выстраивать стратегию страны, позволяет предсказывать будущее и понимать прошлое Вот это и есть национальная идея Для того, чтобы говорить о национальной идее, для того, чтобы понять, что это такое, определить ее, выстроить и так далее Да, еще одна вещь, очень тесно связаны понятия национальной идеи и идентичность Вот на Западе, если вы приедете в большинство европейских стран, то вы увидите книги, допустим, по немецкой, немецкой идентичности, датской идентичности Но вы никогда не увидите книгу «Немецкая национальная идея», потому что о национальной идее говорят только нацисты Но на самом деле эти понятия, вот терминология разная в разных странах, а смысл один и тот же, или очень близкий Когда говорят о национальной идее, говорят как бы о замысле, вот как соотносится национальная идея и идентичность Если у нас есть проект этого здания и само здание, вот проект, замысел, эскиз, это похоже на идею А само здание похоже на идентичность Или иначе можно сравнить, а национальная идея это как бы ген, из которого растает организм Организм это уже идентичность Вот эти понятия близки И для того, чтобы раскрыть значение, что же такое, вот мы начинаем говорить о национальной идее, что это такое, как ее понимать Лучше всего рассматривать эту категорию, это понятие в экстремальной ситуации, в наиболее напряженной ситуации, сложной, кризисной ситуации Вот как экзистенциалисты говорят, есть такая философия, во Франции популярный экзистенциализм Смысл жизни, человек осознает на грани утраты жизни Когда он автомат наведен, тогда он понимает, что он теряет Вот любое понятие лучше всего осознается тогда, когда оно ломается, когда оно в сложном положении Вот о кризисе национальной идеи мы сейчас с вами немножко и поговорим И для начала этот кризис рассмотрим на обыденном уровне Вот на уровне обычной жизни Как-то мы с этим сталкиваемся или нет Или это такое очень далекое умствование, которое никак не связано с жизнью Или это все есть в нашей реальности И вот, повторяю, теперь уже не определение, а кризис национальной идеи Обыденный уровень проявления, обыденный уровень отражения Вот если бы мы с вами мысленно перенеслись лет на 20, 30, 40 назад Кто-то это может легко сделать, а кто-то молодому это сложно Но если бы мы перенеслись в те времена Если бы мы прошли по улицам Москвы, а потом бы, не знаю, перенеслись куда-нибудь В приграничный полустанок, а потом в какой-нибудь горный аул И там бы всем задавали один и тот же странный вопрос Кто вы? Нам бы все ответили Мы советские люди Что за вопрос? Мы советские люди То есть вот эта идентичность, это осознание себя Оно было всеобщим Все себя связывали с советской системой ценностей И в 1959 году вышел такой фильм замечательный Который я успел, я как бы застал Фильм «Коммунист» Может быть кто-то из вас видел Главной роли был Урбанский Очень сильный, очень эмоциональный фильм Такой, ну, честный, открытый Во все это верилось И главный герой молодой парень Который вот начинает обстройку После гражданской войны И, конечно, он нарывается на белых И белые его там не расстреляют И кончается тем, что он взлет на себя рубаху И с криком, что врешь, не возьмешь Все равно, так сказать, мы победим И так далее И он погибает У всех огромное сочувствие И мне еще тогда запомнил В 1959-1960 году этот фильм показывали на Кубе В Гаване, в зале Чаплин Самый большой зал кубинской столицы Во время показа фильма Раздался автоматная очередь Ну, милицианам включили свет Вбегает в зал Кто встрелял? Кто встрелял? Один встает Да это я, видишь, парнишку населенно Беряки Я хотел помочь Это воспринималось как жизнь Как правило И вот коммунистические ценности Коммунистические идеи Советские идеи Тогда многие Снимали как подлинные и истинные Но так получилось Что с каждым годом Ценность, вес, значение этих идей Все время угасало И во время перестройки Вышел такой фильм Который уже многие смотрели Который называется Назывался Называется Маленькая Вера Главная героиня Это очарованная девушка По имени Вера Но на самом деле Речь идет о том Что Вера Маленькая Не имя А исчезает Вера Вот эта самая Вера в коммунизм Она исчезает И в фильме Есть такие Почти крамольные кадры Впервые у нас В нашем кино Показана близость Между парнем и девушкой И вот когда они вместе Лежат в кровати Он у нее спрашивает Чем твоя цель Она отвечает Наша цель коммунизма И весь зал гогочен Вот если вначале Он рвал рубаху И в него стреляли И он кричал Коммунизм не победит Да А тут она в постели И говорит Наша цель коммунизма Вот идея пропала Идея разрушилась Идея деградировала Мациональная идея Идентичность исчезла И когда в девяносто первом году После путча Все в восторге Бегали по Москве Миллионный митинг был Вот И все были счастливы И мы поняли Что наконец Эти старые дурацкие правила Больше не существуют Мы свободны То прошло полгода Год Полтора года И появились другие мысли Да Эти старые правила исчезли Старые никому не нужны И нормы Наконец-то они Не знаю Там померли Нет их больше Но новых нет Никаких новых не появилось Новых-то правил Нормальных Которых мы хотим Которых мы ждем Их нет И все стало Разлетаться Распадаться И в наш язык Вошел термин Из лагерного лексикона Мы заговорили Вошло слово Беспредел В ситуациях В которой мы находимся Может быть Описано Слово Беспредел Старые правила исчезли А новых нет И так жить Крайне-крайне сложно Да Вот это Кризис Национальной идеи На обыденных уровнях Он осознается В такой форме В таком виде Реагирует ли Ну это как-то политики Политическая жизнь Как-то с этим сталкивается Что-то они говорят Да, конечно Реагирует Я могу вам напомнить Что летом 96-го года Перерыве между двумя турами выборов Президент Ельцин Впервые Ну не по телевидению Он выступил Впервые Но он выступил Он впервые Сказал Что Он сказал следующее Могу почти дословно Воспроизвести Он сказал Что в 20-м веке В России были разные идеи Была монархическая Была демократическая Республиканская Коммунистическая Была перестройка А сегодня нет никакой И это плохо И нам нужна идея И он обращался То ли к своим помощникам В частности К Сатарову Которого приглашали Сегодня на встречу Вот То ли То ли еще То ли к телезрителям Вот Но он Предлагал Вот такую идею Найти Позднее Национальные идеи Продолжали говорить На политическом уровне Российская газета Организовала Конкурсы Дети России Многие туда писали Вот Но почему-то Через год Конкурс этот проходил Вместо подведения итогов Появилась статья Такого профессора Воронкова Который никогда раньше Ничего не писал Но здесь он сообщил Он был очень занят Он никак не мог Вот сейчас он наконец Сообщил Не надо искать национальные Это очень вредно Это отвлекает людей От нужных дел И вот Не надо искать национальные Идеи Почему-то газета Прислушалась голоса Воронкова И пояс национальной идеи Прекратился В политике В периодике В журналах Газетах И это напомнило Историю с продажными девками Кибернетикой Генетикой Которые Которые Сталин заклеймил И после этого Все центры Лаборатории Которые занимались Этой работой Были запрещены Но позднее Конкурентоспособность Во всем Это и есть Наша национальная идея Мы можем сейчас Дискусик Если что У меня было скучно Как это вам кажется Хорошее предложение Работает предложение Или не работает Идет или не годится Или не годится Не идея Ну лозунг Это цель Это цель Это не идея Но я могу Поквастать Что я тогда Не просто написал Письмо в «Известию» Но оно было опубликовано А написал я следующее Если действительно Представить Что конкурентоспособность Во всем Это наша национальная идея В чем еще сказал Конкурентоспособность Города Района Человека Ну если я конкурентоспособен Во всем Зачем мне все остальные Я сам Лучше всех Но это Это как бы Одна сторона дела Ну что Допустим Россия стала Конкурентоспособной Во всем Не, но это невозможно Ну не бывает Не, представить Мы можем Пойдем Верным путем Ключевка Придем Если мы будем Конкурентоспособны Во всем Это значит Что наши Кокосы Будут самыми Большими кокосами В мире Вот Наши крокодилы Будут тоже Больше чем В Ниле Язык там Не знаю Урду Мы будем знать Лучше чем Жители Индии Асуахили Просто Мы так родина Слава Да Вот Я вспоминаю Старый советский анекдот Согласно которому Советские карлики Самые большие в мире Потому что они советские Поэтому Вот Конкурентоспособность Во всем Как политический лозунг Это годится Но как национальная идея Это не годится Но Через некоторое время Почти забыли Об этой национальной идее И стали говорить Что Пушкин написал С детства Я привык перевернуться С детства Я привык перевернуться А Перевоснуть Быстро Ну Да Это 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 Крэм Перевоснуть В чем Все равно В чем Во всем Во всем Во всем Очень трудно Это национальная идея Несколько человек Несколько маленьких вырослых Просто Наверное Мания величия Я рад что вы не заснули Что вы еще Вот Весело Подравили Американская Национальная идея Это Американская мечта Это Идея Которая Сделает Человек Это Успех Ну Давайте Двидеться Дальше Ну Как известно Владислав Юрьевич Сурков Через некоторое время После Путинской Формулы Предложил Совсем Другую И он Скал Что Северенная Демократия Это Наша Национальная Идея Тоже Я написал Несколько Пожестче И поэтому Эта публикация В «Азвестиях» Вышла Везде Кроме Московского Номера Поэтому В Москве Это Некто В региональных Это Вышло А Я написал Вот о чем Что Что значит Суверенная Демократия Ведь все Страны Государства По определению Суверенные Если это Государство Значит Оно Суверенное Несуверенное Государство Не бывает Он Ввиду Контрольное Соединенным Штатам Он Несколько Народных Он Все Все Знали Как Прилеги Он Может По разному Тректовать Но Я Как Человек В бане Я Не знал И я Просто Подумал Что Все Государства Себя Называют Демократическими И Корейская Народно Демократическая Республика Она гораздо Более Демократическая Чем Южная Корея Потому что Южная Корея Просто Республика Корея А Северная Корея Корейская Народная Демократическая Народная Демократическая Вот Соединенные Штаты Все Страны Это Демократия И Поэтому Если Мы Скажем Что Мы Суверенная Демократия Нам каждый сосед, ближний, дальний вообще-то, Москва, Пуа, Новая Гвинея уже слышат, шлют телеграмму, отбивают Москву, ребята, мы же тоже суверенные демократы, то есть возникает вопрос, все страны суверенные все демократичные, а тогда в чем же наша специфика, в чем же наша национальная идея, ответа нет ответа нет он же сказал управляемый это Путин это сугарная, это формула сугарная, управляемая демократия он сказал, что это управляемая демократия это значит, что можно делать все, что я считаю возможным но здесь она тоже потом идея муссировать, с проблемами что-то этого нет, критики на уровне Суркова нет, нет, нет критики-то говорили, что это так но сам автор я не слышал, чтобы он такое говорил сам автор, это как Путин? нет, Сурков, это так же, как известный политик сказал, что парламент не место для дискуссии я вчера на парламентской слушании тут все имя шутил, что дом не место для житья а ресторан не место для еды и так далее а что ж тогда что ж тогда остается вот, словно для меня важно, что политики тоже об этом говорят и думают но их решения не кажутся убедительными и не кажутся приемлемыми вот, поэтому вот с обыденного уровня политического давайте перейдем на философский я только не пугайтесь я буду говорить нормальным языком но все-таки вообще эта проблема, конечно, научная эту проблему должна решать наука и вот давайте посмотрим как проблема национальной идеи решается на уровне науки ну и, наверное, самый важный не самый, может, точек один из важных очень важный вопрос а когда вообще как вы думаете, когда эта проблема возникла проблема национальной идеи когда он стал актуальной одни говорят ну вот когда Путин сказал в 96-м году вот это и а другие говорят нет, это 91-м как СССР распался так сразу но есть же книжка в Гулыге русская идея и ее творцы так, а есть книжка о Гулыге да, которую я внимательно читал и согласен со всем кроме одного хотя в ней Гулыга сам себе противоречит да, на самом деле весь предыдущий Гулыга отличается от этого он же всегда был диалектиком а тут он взял то, что было в 19-м веке и это как бы навсегда нет движения ну, конечно ну, он в предисловии же нам говорит что движение закончилось философия закончилась философистов историй философии но суть в том, что вот так вот еще тут если обращаться к классикам то Постоевский и до Владимира Соловьева позапрошлом веке высказал первое упоминание русская идея и вот он тут же указал на всечеловечность русская идея то, что он потом развивал так сказать Сергей Сергеевич Сергеевич он специалист именно к Достоевскому я хотел обратиться потому что когда говорят что это проблема с 96-го года а другие говорят с 91-го на самом деле это проблема с конца 19-го века Москова 3 и Рим это не русская идея? это скорее политический лозунг с моей точки зрения это политический лозунг это не выражает суть России это просто ответ на взятие Константинополя турками в 1653-м году в 1643-м году вместе с тем вы знаете то, что вот это слово я говорил о русском мире ассамблее так сказать так и сейчас вот тенденция трактовать истоки категории придаваемой значениями медведя говорит и Путин и вот это ассамблея вот Москва Третья Рим был так сказать вот а то еще тянется вот давайте посмотрим Путин и Гордиаев еще на эту карту хорошо значит движемся дальше я обещаю что если вы меня прерывать не будете мы заснем если будете непрерывно то я не дойду до конца на своем повествовании поэтому мы заснем никогда да но мы все-таки должны дойти до определения но значит вот теперь философский анализ этой проблемы действительно первым величайший и хотя он всем известен но на мой взгляд он недооценен в каком смысле недооцененный русский русский Федор Михайлович Стоевский он первым об этом говорил недооценен потому что мы и Пушкину поклонялись и в советское время там не знаю и Тостом и всем на свете а смысл бы извлекли о чем они писали он же не просто там описывал Татьяну и Евгению тогда очень глубокий смысл который не извлечен на самом деле это Достоевский в речи о Пушкине показывает что Евгений Онегин это совершенно антиреволюционное произведение что он отрицает революцию на самом деле глубинный смысл но я сейчас не буду об этом много всего любопытного но вот Достоевский ну уж я все-таки скажу Достоевский фактически Достоевский предсказывает Сталина и преступление и наказание это о чем это произведение как и позднее Бесы как и ряд других в каком смысле братья Карамазова о чем это это вот о чем это о том что есть как бы два типа преступления есть бандит с улицы который напал ограбил и ушел такого надо наказывать а есть бандит который не с улицы у которого идеология они просто убивают ведь преступление и наказание дурак с инициатив ну он он не дурак Раскольников и сама фамилия конечно связана с Крисом и Лиги Раскольников это человек который говорит вошь я земная или право имени то есть он действует на основании идеологии и убивает старуху и ее сестру и в результате Достоевский показывает что убийца с идеологией ничем не отличается от убийцы с улицы и тот и другой преступники и пока он не будет изолирован пока он не пройдет покаяние наказание его нельзя выпускать человеческое общество так это и есть предсказание Сталина это и есть убийца почему он как будто полковника Буданова который окончил сейсы Кунгаева вся страна обсуждала судить не судить а когда если Вестеринович десятки миллионов угробил это политический менеджер великий но он да конечно тот кто украл это как Наполеон для французцев Наполеон который уничтожил французскую нацию спасатель я вернусь к Достоевску Достоевский первый употребил термин русская идея само это словосочетание в дневнике писателя в 1862 году легко запомнить хотя я не историю когда-то не запоминаю но это как раз через год после отмена припасного права когда Россия начала фундаментально куда-то двигаться куда-то как-то менять свой маршрут и вот и возник вопрос а каковы же наши правила на чем мы выстраиваем свою страну значит Достоевский впервые об этом сказал а позднее об этом говорил написали и Славьев и Лин и Бердяев и так далее и так далее и Достоевский сказал не просто мало ли кто что сказал мы же не говорим допустим о птичьем гриппе мы же не говорили в 19 веке даже в середине 20 мы заговорили два года назад когда появился этот грипп все стали писать о птичьем гриппе о русской идее заговорили тогда когда возникла проблема когда возник кризис и в чем этот кризис заключался в чем он состоял а он состоял в том что вся европейская цивилизация вся западная цивилизация и конечно российская цивилизация Это христианская религиозная цивилизация. В основе всей российской культуры и российской государственности христианство, христианские нормы, православные нормы, библейские правила. И конец 19 века – это время, когда впервые вообще в истории человечества зашаталась религия как таковая. Религия и вера была всегда. До христианства были примитивные формы верования, а с начала нашего лета исчисления появляется христианство и так далее. И вот эта вера приходит в кризисное состояние. И на первый взгляд можно сказать, ну и что? Вот если у меня в кармане нет денег, я знаю, что мне там не поужинать. А вот если нету Бога, а ты искать, ну и что с того же дела? А что это меняет? На самом деле это меняет все. Это меняет радикально, меняет самая основа и все следствия. Почему? Ну ведь как устроено государство было то, которое было в 19 веке? Ведь для верующего человека, почему верующий должен был соблюдать нормы морали? Потому что в Библии сказано, чтите отца, чтите мать. Почему он должен был соблюдать правовые нормы? А потому что в Библии сказано, не уби, не укради, не лжесведи. Для верующего это даст все. Вот сказано, почему император был высшим лицом? Он что, сидел на штыках? Ничего подобного, никаких штыков. И не выбирали его. А почему? А потому что он помазание кожи. Причем помазание кожи, это на него накладывало огромные обязательства. Не только подданные должны были вести себя, но и он был, и он вел себя соответствующим образом. Значит мораль, простите, религия организовывала все. Если исчезать для того, чтобы свалить Россию, надо было убрать фундамент, убрать религию, убрать веру. И как только началось разрушение веры, как только появились нигилисты, а сразу террористы, бомбисты, это одно и то же. Для верующего императора это высшее лицо. А для неверующего он никто. Он такой же, как все остальные. А что бы его не подстрелить? А что бы там не появляться Каракодов, Засуличий, так далее, так далее, в Халтуре? И они все это и устраивают. И они бросают вызов времени. Вот в этой ситуации, в ситуации кризиса, кстати, отношение к кризису религии, оно было разным. И можно сравнить как бы два крайних высказания. Вот самое известное высказание Достоевского, самое инцитированное высказание Достоевского. Достоевский устами своего героя, братья Карамазова, говорит, что если Бога нет, то все дозволено. А можно и добавить, если Бога нет, то и человека не будет. И Достоевский все свои интеллектуальные усилия он направляет на то, чтобы поддержать здание веры, сохранить здание веры. А немецкий мыслитель Фридрих Ницше, который тоже понимает, что вера и религия находятся в кризисе, он приветствует гибель богов. Он говорит, что на смену старому человеку, ограниченному старой религиозной морали, придет новый, свободный, сверхчеловек. И появляется Ницше, появляется Рихард Вагнер, который пишет свой музыкальный цикл «Гибель богов». Кстати, в России был свой ответ, потому что Петр Ильич Чайковский, у него есть такое высказание, он говорит, что надо обязательно слушать музыку Вагнера, чтобы знать, как нельзя сочинять музыку. Вот Россия шла другим путем, она пыталась консолидировать, сохранить, укрепить веру. Что происходило в ситуации вот этого кризиса, кризиса основ, кризиса фундамента в русской культуре, в русскообщественной жизни, политической жизни, философской жизни. Но в культуре возник духовный взлет. Возник так называемый серебряный век русской поэзии, а на самом деле бриллиантовый век российской духовности. И литература, и музыка, и живопись, и балет, и так далее, все они искали новые ценности, новые правила. В социальной жизни появились протесты, прошла первая русская революция. А что в политике? А в политике появилось два типа ответа, две линии. Одни говорили, старые правила разваливаются, и замечательно, мы их полностью до основания абсолютно разнесем в пух и прах, и выстроим нечто новое. И вот этим революционерам отвечал Петр Качестолыпин, который говорил, обращаясь к ним, что вам нужны великие потрясения, а нам нужна великая Россия. Дайте мне 20 лет без войн и революции, я преобразую страну, я подниму страну. Вот эти две линии столкнулись, но получилось так, что победила на конкретном этапе, линия Ленина оказалась сильнее линией реформаторов, Ростолыпина, Виты, и большевики победили. И казалось бы, вот вам ответ, мало ли чего вам, кому не нравится. Вот история так рассудила, победила вот эта линия. Но линия на отказ от российскости, от русскости, от российской идеи, и создания совершенно нового государства, она привела к тому, что через 70 лет, в условиях мира, процветания и нобелевского лауреатствования лидера этой страны, это государство рухнуло, исчезло, и его больше нет. И мы опять вернулись в идейном смысле в ту точку, в которой были в начале века. Мы опять ищем наши правила, а какова наша идея, а кто мы, в каком наш путь, в каком маршруте. И вот на этот вопрос я пытался сформулировать проблему, объяснить, в чем она заключается. Теперь давайте искать решение, и вкратце это решение предложить, конечно, можно. В чем же оно заключается? Хотя, я не знаю, если вы не очень устали, я могу еще там один вопрос рассмотреть, а зачем нужна национальная идея? Нет, ну расскажи. Я 20 лет готов. Ну и расскажи. Хорошо, хорошо. Если вы не против, я расскажу. Значит, вот этот вопрос, кстати, возникает часто. Почему вы там изобретаете какую-то идею? Ну не изобретаем, ну вы говорите, а зачем она? А что, без нее нельзя? Что, нельзя обойтись без каких-то там лозунгов, программ, проектов? Ну, сразу хочется ответить радикально. Знаете, есть такая афганская, и у афганцев надо учиться, есть такая афганская поговорка. Дольше всего идет тот, кто не знает пути. Вот если у нас нет никаких целей, идей и программ, ну мы так и будем болтыхаться во все стороны, и так ни к чему не придем. А вот если несколько более содержательно, научно и так далее, ответить. Вот простой вопрос. Почему вы здесь собрались? Или мы? Почему мы здесь собрались? Ну, наверное, потому что... Вообще могло быть так, что вот случайно шли по улице, как говорят в математике, не нулевая вероятность, мы москвичи. Могло быть так, шли по улице и зашли, да, и сели. То есть случайно шли, зашли и сели, вот те же самые люди. Ну что, посмотрим другу, ну я с Федором пойду, скажу, что идем, похоже, пиво, да. Ну и все, и мы разошлись. А вот мы не разошлись, а мы что-то собрались и сидим. Мы сидим и вот физические предметы, их связывает гравитация. Если мы все выйдем из помещения и закроем его, да, через неделю придем. Это стало, как стали, так и стоят. А людей связывает не гравитация, людей связывает общие ценности, общие идеи, общие проблемы. Если у нас есть какая-то общая тема, которая нас волнует, то мы будем сидеть и обсуждать. А если нет такой темы, то нечего и обсуждать. Но так устроена не только наша маленькая группа. Социологи показывают любая общность, социальная, это общность идей, общность ценностей, общность принципов. Если нет общих ценностей, тогда все это разлетается и исчезает. Социология показывает необходимость существования этих правил. Если мы хотим сохранить свою страну и свой народ, то нам в первую очередь надо думать о наших ценностях и идеях, которые нас сплачивают. Без этого страну интегрируют не пограничники, которые ставят с автоматом, а страну интегрируют люди со своими убеждениями, которые заменят любого пограничника, если он убежден в своей правоте. Это социологическая трактовка. Можно говорить о психологическом обосновании. Почему нужна идея идентична с точки зрения психологии. Психологи показывают, что бывает такая крайне редкая ситуация, когда человек утрачивает свою идентичность. То есть он как бы цел жив-здоров, руки-ноги на месте, но человек забыл, кто он. Он забыл свой язык, свое имя и так далее. И он как бы, то ли он существует, то ли он не существует. Но вот если представить себя на месте такого человека, который забывает, кто он есть, да, а что тогда ему делать? А он ничего не может делать. Все, что мы делаем, есть деятельность по реализации нашей «я-концепции». Я здесь, потому что я знаю, чем я занимаюсь, что меня волнует. Вы здесь, потому что вы знаете, кто вы. А если я не знаю, кто я, тогда что я могу? Я ничего не могу делать. То есть без идентичности невозможны никакие действия. Ни социальные, ни государственные, ни политические. Но возможна ситуация, когда идентичность утрачивает не отдельность. Можно об идентичности говорить долго, я не знаю, на уровне искусства. Вот если вы участвуете в аукционе знаменитом «Сотвис» в Англии, там самое главное не просто привести картину Айвазовского, привести документ, который подтверждает подлинность, идентичность к этой картине, идентичность этого автора. Самое главное – доказать подлинность, то есть идентичность. В военной сфере, во время войны в Чечне, а сейчас во время войны в Ираке. Большое количество жертв, не потому что встречаются противоположные силы, а потому что не могут идентифицировать, чей самолет летит, это наш или не наш, а внизу там чьи. Вот они недавно в Ираке уничтожили свадьбу, об этом написали. Они просто, ну конечно они не специально это делали, американцы. Понятно, но они перепутали, не могли идентифицировать. То есть идентичность нужна везде, без идентичности невозможно. Вплоть до того, что когда идешь по коридору и тебе куда-то надо зайти, то все-таки надо посмотреть, какая там буква «М» или «Ж». Потому что иначе ты попадешь в конфузную ситуацию. То есть без идентификации невозможно ничего делать. Вот идентичность необходима и государству. Хотя на самом деле можно рассмотреть разные здесь коллизии. Бывает так, что идентичность неправильная, неадекватная. Вот если идентичность не соответствует реальности, вот в советское время нам все время говорили, что мы впереди планеты всей, мы самые передовые, мы самые прогрессивные. При этом постоянно заискивали перед иностранцами. Вот мы сами были как бы не кем. А иностранцам там всюду пропускали без очереди, всюду им особые отношения и так далее. Вот пример неадекватной идентичности. Если человек получил много разных титулов, званий, наград и так далее, при этом эти награды все лживые, фальшивые, он с ними будет закрываться, он с ними будет изолироваться. Он не может подтвердить свою идентичность, подтвердить, что он там, не знаю, народный артист, или трижды герой, или пятый десятый. Потому что это лживая идентичность, не настоящая. Значит, все время будет как-то закрываться. А если человек соответствует своему месту, своей должности, он будет всегда открыт. Всякая закрытая система рано или поздно разрушается. Сильная система всегда открытая. Так вот, что же происходит, когда идентичность утрачивает государство? Если идентичность утрачивает государство, то тогда с таким государством невозможно иметь отношение. Непонятно, как оно себя будет вести. Оно как вообще? Оно дружеское или не дружеское? Оно свое или не свое? И когда сначала, на первом этапе, Ельцин всех считал своими друзьями, друг Дзян, друг Джордж, друг Вилли и так далее, они друг друга ненавидят. Плоть до того, что друг Милошевич, они друг с другом боют. То, что тогда идентичность непонятна. А сейчас мы пришли к другой ситуации, когда у нас сплошные враги. Когда Россия ввела боевые действия в Южной Осетии, окончилось тем, что ни одна страна нас не поддержала. Никому мы не нужны и никто не выражает поддержку и солидарность. Вот что такое идентичность, вот что такое национальные идеи. Значит, без идентичности, без идей существовать нельзя. Можно показать, что, наверное, уже, я долго говорю, но еще немножко я вот это и потом буду завершать. Так вот, можно показать, что в каком сложном положении оказывается сегодня, например, молодые люди, молодежь, дети, подростки, которые вступают в жизнь, которые не могут себя ни с чем идентифицировать, потому что нет правил, нет героев, нет иерархии ценностей. Вот Маяковский в своем известном стихотворении писал, «Кроха, сын к отцу пришел и спросил, что такое хорошо и что такое плохо». То есть уже ребенок начинает выстраивать шкалу ценности, что правильно, что неправильно, что хорошо, что плохо. Если у нас нет идентичности, то есть нет правил, у нас все высмеяло, у нас что-то не добивайся, это все равно окажется смешным и нелепым. И в такой ситуации возникают два типа поведения. Появляются скинхеды, им не с кем себя идентифицировать, не с кем себя соотнести. Тогда они говорят, это я лучший, а все, у кого другие глаза, другой цвет, там волос, всех мочить. Все не наши. И возникает вот это движение, потому что нет правил, нет идентичности. Или другой вариант поведения, противоположный, но напрямую связанный с первым. Фамилия Ройно. У кого-то вчера следили, да, там не поздно что-то. Фамилия Ройно. Вот у него псевдоним, да? Нет, нет фамилии. Вот его как-то. Это так же, как Плоткин. То есть если нет правил, нет ценностей, нет идеалов, тогда себя превращают в идеал. Или второй тип поведения. Если нет никаких идеалов, нет никаких ценностей, тогда все мое поведение, оно, что я не буду делать, все равно все будет неправильно, все будет осмейно, да? И тогда возникает суицид. И у нас каждый четвертый школьник задумывался о самоубийстве. Потому что потерян смысл жизни. И нужна здесь не милиция, и нужны не психиатры, а нужно восстановить правила в России. Нужна какая-то нормальная шкала, нужна какая-то идентичность. То есть нужно понять, кто мы. И вот теперь давайте, наконец, я постараюсь ответить на вопрос, а кто же мы и какова наша идентичность? Значит, я бы попытался определить это понятие, национальная идентичность. Я бы пытался показать, что мы находимся в полосе кризиса идейного. Что у нас нет правил. А есть ли выход? Можно ли эту проблему решить? Да, можно. Так, после распада Советского Союза, после распада нашего 70-летнего государства, у нас сегодня существует 4 варианта ответа. Мы ищем себя, мы себя не нашли, мы себя не определили. И существует, ну, 3, я же скажу, 3 или 4, а почему 3, почему 4, существует 3 настоящих варианта ответа, из которых только один приемлем. Новая Россия может быть новым изданием СССР. Есть сторонники такого направления, пусть это уменьшенное, но исправленное, улучшенное издание СССР. Мы можем идти опять советским путем. Есть такая партия, есть такие избиратели. На мой взгляд, это не будет, это не годится, но не буду обсудить подробно. Второй вариант. Новая Россия может отказаться от всей своей истории, от всего своего 12-векового маршрута. Все неправильно. И советское неправильно, и досоветское неправильно. И мы можем, и поэтому, единственное, для нас это идти с западным путем. Нужно интегрироваться, догонять Запад и принимать западные нормы. Я думаю, что такой вариант тоже не годится, тоже неприемлем. Не буду говорить подробно, но, в общем-то, с какой стати мы должны выбрасывать свою 12-вековую историю? Кто нам дал такое право? У нас были определенные нормы, были определенные ценности. И предавать, отказывать, отрицать их не годится, не приемлем. Не говоря уже о том, что, если говорить совсем коротко, то всем известна русская поговорка, что русскому здорово, то нету смерти. Если мы начнем копировать чужие образцы, мы совершенно не почувствуем себя счастливыми, потому что они чужие, потому что так живет другая культура и другая цивилизация. Значит, первый путь назад в СССР, второй путь, дан приказ ему на Запад, а третий путь можно сформулировать следующим образом, путь приемства. Дело в том, что, здесь надо немножко пояснить, Советский Союз и Россия, историческая, это совершенно разные государства. Россия страна, разорванная во времени. Мы в 10 веков, в 1000 лет шли своим маршрутом, но после 17-го года мы перестали быть Россией, мы превратились в совсем иное. И вот после краха Советского Союза, мы можем попытаться осуществить приемство с тысячелетней Россией. Не вернуться в 19-й век или в начало 20-го, а сигналы из начала 20-го вписать в современность. То, что еще можно, то, что еще можно сохранить, то, что еще работает. Попытаться российские правила вернуть и использовать в современной России. И при этом я сразу скажу, что, конечно, российское и западное сочетаемы. Мы не должны игнорировать западный опыт. Россия вообще всегда была открытой страной. В Москве была Литовская Слобода, Польская Слобода, так далее и так далее. В 18-м веке уже индийцы жили у стен белого города в Москве. То есть нам нужно приемство с исторической Россией. Вот это и есть третий путь и путь восстановления нашей идентичности. А на самом деле у нас сегодня используется четвертый вариант, когда мы живем и по советским, и по антисоветским правилам, по российским, и по антироссийским правилам, по западным, и по антизападным правилам одновременно. Что ведет к разрушению всяких правил. И никаких норм фактически у нас сегодня нет. Потому что каждый день все меняется. Каждый день может быть по-разному. Вчера хоронили Солженицына, главного антисоветчика, который написал ГУЛАГ на весь мир. И приехал президент, и приехал представитель правительства. А сегодня нам говорят, что памятник Держинскому надо восстановить. Это как же, это же такой гуманист был, детей спасал, там, беспризорников. В общем, можно долго продолжать. Я думаю, все понимают, о чем идет речь. Кокаинист, это тоже очень памятник корректно. Но в такой ситуации, когда отсутствуют всякие правила, основное настроение в обществе, это настроение агрессии. Понимаете, то есть человек с улицы, он не разбирается там философией, всяких идентичностей, к идее, он это не понимает. Но он чувствует, что вот в ситуации землетрясения, когда почва уходит из-под ног, люди напряжены, да. А в ситуации, когда правила все время меняются, когда сегодня одно, завтра другое, в основном все очень агрессивно. Все как ботинки своего размера ты носишь, и не можешь никак вот распрямиться, и особо все время вот неадекватен. И это фиксирует и наши психологи, что уровень агрессивности у нас в стране гораздо выше, чем в странах Западной Европы, где тоже много проблем, а проблемы несколько другого плана. То есть вот это отсутствие правила, отсутствие идентичности, оно порождает проблемы на всех уровнях. А если там некоторые вспоминают Гоббса, который, когда первоначально... Субтитры создавал DimaTorzok